Поистине грандиозный скандал. Публикация расследования об офшорных счетах особо важных персон затронула политических деятелей в очень разных странах по всему миру. И здесь важно понять, что речь идет об архиве лишь одной юридической компании, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. Досье фирмы под названием Mossack Fonseca, начиная с 1977 года и по декабрь 2015, повествует об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей. Изначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты «Zutdeutsche Zeitung», которая передала их международному консорциуму журналистов-расследователей. Источник, сливший огромный архив, не называется. К его изучению подключились сотни журналистов по всему миру, а также Центр по исследованию коррупции и организованной преступности — OCCRP. По всей видимости, это тот самый вброс, о котором предупреждал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Выяснилось, что ближайший друг главы российского государства, виолончелист Сергей Ралдугин, вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. По данным панамского досье, фирмы-музыканта зарабатывали десятки миллионов на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний и госпредприятий, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, финансировали личные проекты. Так, общий оборот по банковским счетам только одной компании составил около двух миллиардов долларов.